Лезьте на рожон и расшивайте башки. И ради правды, если ее чувствуете, ошибайтесь, добивайтесь. Искренняя улыбка, блеск в глазах и горячее желание постигать азы профессии. Эти ребята уверены, журналистики как любви, все возрасты покорны. Они крепко держат в руках микрофон и умеют работать с камерой. Для учеников объединенной телестудии и воспитанников детских домов «Маюш ТВ» этот день особенный, ведь они стали победителями 10-го творческого конкурса имени Эдуарда Кондратова в номинации «Школьники». На суд-жюри ребята представили интервью с участием Александра Завального, главного библиографа Самарской области. Некоторые съемки были на солнце, жарко иногда бывало, но очень интересно. Человек очень хороший. Александр Завальный очень интересный человек, и от него мы узнали очень много анекдотов о Самаре. Программы, над которыми трудятся юные журналисты, выходят в эфире телеканала «Самара ГИС» каждую третью среду месяца в 19.30. Ребята говорят, секрет их успеха – умение слушать, а главное – слышать друг друга. Когда все нацелены на результат, работа ладится. А если возникают вопросы, всегда можно обратиться за помощью к опытному наставнику. Микрофон – он как волшебная палочка, потому что они интересуются, они получают информацию, они узнают много нового, и поэтому им в этой жизни как-то теплее, надежнее, основательнее, что ли, если можно так сказать. Вот, это великая сила телевидения. Легенда самарской журналистики, писатель и драматург. Эдик или Кондратич – так его называли близкие коллеги. По Багровой реке Эльдорадо «Тревожные ночи в Самаре» – жестокий год. Его книгами зачитывалось не одно поколение читателей нашей Родины. В 2010 году Эдуарда Михайловича не стало. Писатель оставил богатое наследие – и журналистские материалы, и прозу, и поэзию. А еще он прекрасно играл на гитаре и исполнял песни, свои и любимых бардов. Он очень был азартным человеком, и это действительно профессионал. За что бы он ни брался, он всегда это делал качественно. И я думаю, что Эдуард Михайлович очень любил профессию и журналиста, и писателя. Он очень любил жизнь, и он очень любил наш город. И он переживал, он был не безразличным человеком, он был действительно гражданином. В этом году на конкурс было подано около 70 заявок. По традиции на церемонии награждения собрались именитые журналисты-литераторы, представители творческих союзов и студенты. Ведь главная идея конкурса – выявить самых талантливых среди молодежи. Для одних участие – это опыт, для других – путевка в новую счастливую жизнь. Тот уровень интереса и попыток понять жизнь, который им прививается, их воспитателями, как мне кажется, а может быть это в том числе и от их искреннего, пусть еще и детского, но таланта или одаренности, вот это, собственно говоря, тот самый оптимизм, который и есть у нас на сегодняшний день. Бывалые журналисты тоже не отстают. Обозреватель «Самарской газеты» Маргарита Петрова впервые принимает участие в конкурсе. Старания не прошли даром. Журналистка получила звание лауреата за публикацию «Четыре спасения» Всеволода Турчина. Рассказывает, важно, чтобы материал нравился автору. Тогда отклик он найдет и в сердцах читателей. Если тебе интересно то, о чем ты пишешь, то это будет интересно и читателю, это будет интересно и коллегам, которые будут рассматривать эти работы. Наверное, важно стараться соблюсти вот этот баланс формы и содержания, чтобы это было легко читать и в то же время это было что-то глубокое и интересное. Также в музейной комнате библиотеки открылась выставка, посвященная творчеству Эдуарда Кондратова. Там можно увидеть его фотографии и личные вещи. Ксения Баканова, Николай Епифанов. События. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok